хорошо не обижаться у меня сегодня пост я поэтому не ем я по библии по православному одновременно как апостол Павел говорит более всех постился апостол Павел говорит смиряю порабощать тело мое дабы проповедь другим самому не остаться недостойным сейчас в лесенке англотим Слава, чай ты будешь? ну давайте чай, пусть стоим заваркаю свечу крепко руками вот смотрите молитву Отче наш дает прости долги наш, ты говоришь отпусти долги наш оставь ну то есть оставь это не знаешь оставь на тебя то есть оставь за них взыскание как бы ну вот я это толкование святых отцов читаю описание написано ну вот толкование у них да и мне всегда это очень поражает как они могут это объяснить очень доступно просто вот слава Богу вот Геннадий Фас такой из Меннонитов перешедший в православие он сейчас там магистр богословия там много чего у него книги такие ну не человечество просто глубины а у него физико-математическое образование и так вот он написал в свое время толкование на апокалипсис точнее не он написал, он собрал все толкование которое существует святых отцов у меня даже есть книга в интернете я потом скину самое полное толкование на апокалипсис так вот он говорит он-то в протестантизме был в Меннонитове и когда он столкнулся с толкованием святых отцов он понял что у нас было все от головы а у святых отцов от святого духа и вот это вся эта разница он ее дал видимо и перешел и действительно так смотришь ну как ну допустим Иоанн вот недавно у нас мусульманин выходил а мы вместе гнать тихо очень были и он говорит читает в писании там написано что Иоанн послал учеников уже будучи в темнице спросить тот ли это надо ждать другого и он говорит вот Иоанн засомневался в том что это Христос то засомневался ну так можно и понять действительно как человек попал в темницу засомневался мы так толкование то знаем нет он не сомневался он послал учеников ученики завидовали ученикам Христа а ученики Иоанн завидовали кто к нему не отошел и Иоанн чтобы они узнали о нем непосредственно их туда посылает а сам Иоанн он не мог сомневаться в Христе потому что он еще в утробе матери о нем был исполнен Святым Духом о нем свидетельствовал и Златоуст приводит такую огромную что невозможно отрицать то что он не сомневался ну конечно он в утробе матери он сам свидетелся о нем что вот агнец Божий который берет на себя грех мира то есть это ему для того то есть его Господь послал крестить в воде чтобы он явлен был Yзраилем и всё 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 как бы если бы он не постеснялся apologize если бы тогда говорил одно а сейчас другое то есть тогда разница сомневался пустить не было и потом мне говорят ему потому что в темнице как он темницу клиarak в пустыне проводил все время питался акридами диким медом как его могло смутить находится в темнице где то и кормят его и прочее если он сам обличил ирода точно это пошел это просто по всем факторам, это видно, Святой Дух открывает, то, что это не он. Он не сомневался в Христе. Он именно учеников пришел послать. И вот этот мусульманин дальше спрашивает, говорит, а вот Христос ему ответил, что скажите, говорит, Иоанну, что люди воскресают и нищие благовествуют. И говорит, блажен, тот не соблазнится мне. И мусульманин говорит, вот, не соблазнится. То есть, увидев эти чудеса, не подумает, что он Бог. То есть, сатана ему перевернул это. А это речь о том, что не соблазнится. Когда его распнут его и соблазнятся, что это не тот, кого они ждали. Его убили, а они ждали, что он царем станет в этом мире. Интересно, да. И вот таких очень много. А Златоуст, он сам адвокат же, по образованию мирского адвокат. И у него это все, в итоге, когда Господь его обратил, повернулось, что он адвокат Бога стал. Слава Богу. На этом все основное толкование, которое существует, церковное, это оно на Златоусте стоит. На Иване. Все практически святые отцы, и все, они все уже основаны на нем. Он всю эту основу задал. И когда к нему пришли, к нему один, я не помню любое имя, приходил, он же был епископом, общаться, хотел к нему. И ему секретарь говорит, что все, он свободен, заходи. А он говорит, подошел, к нему, и смотрю, он с кем-то стоит, кто-то с ним. Он не стал заходить. На следующий день опять приходит. Я говорит, не смог, там кто-то у него был. Он говорит, а сейчас он свободен, заходи. Опять говорит, подхожу к двери. У него там кто-то стоит. Ну и в итоге уже раза три, когда так было, он посмотрел, кто стоит-то. Ну и видит лицо, ну, какое-то знакомое по иконам или еще что-то. Апостол Павел, сзади. А Айзлтоз писал вот мое толкование. И вот он сказал, говорит, что Апостол Павел, и Айзлтоз сразу как услышал это, сказал, все, мне надо сейчас, чтобы меня никто не беспокоил, закончить это дело, пока он со мной. И вот он все эти толкования, которые на апостольские послания, апостольские послания очень чужие дно. Надо знать контекст, то, почему, что говорил, из чего. И вот он, ну, сам Апостол Павел, считается, помогал в этом деле. Слава Богу, я тоже в последнее время размышляла, да, вот я читала Библию и думаю, интересно, кто толковала? Или я, или это Дух Святой? В последнее время я понимаю, что Писание, оно толкуется только Духом Святым, потому что оно было написано людьми, движимыми Духом Святым. И вот это очень важно, чтобы сам Дух Святой открывал. Поэтому иногда приходится отказываться от того, что ты какое-то представление имеешь. Да, хочется. Ну и также Господь же сказал, что Апостол Павел говорит, и Бог поставил в Церкви одних апостолами, других пророками, третьих учителями. Зачем учителей ставят? Если всем Дух Святой будет открывать. А толкует, написано, что Святой Дух, их не надо будет больше вас учить, Святой Дух вам все откроет. А это речь о нравственности. То есть, человек рожден свыше, он уже знает, что плохо, что добро, что зло. Ну, то есть, вот это. Но не о том, что ты знаешь все, как толкование, истолковать все Писание. Для этого учителей Господь поставил, который это истолковать. И в том-то и дело, человек от Духа Святого, он принимает толкование от Духа Святого. Потому что, либо ты толкуешь от Духа Святого, тогда, если это противоречит тому, тогда они не Духом Святым толковались, а другим Духом. Тут два варианта. Вариантов нет. Углубляться можно. Бывает, да, святые отцы, они определенный образ толковали, а, допустим, ты читаешь Писание и видишь еще что-то там. И оно не противоречит тому, что это тоже от Духа Святого однозначно. А вот когда противоречит, то есть противоположно, вот это уже не от Духа Святого. Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Да, аминь. Ну, я вот, знаешь, я вот читала, к примеру, Библию, да, и понимала ее. И вот, когда я уже вышла в мир, встречалась с христианами, вот, по Духу, в Библии написано, заключает союз, но не по Духу. По Духу я никак не могла найти в этой церкви. Для меня все как-то было поверхностно. Не было той глубины, сокрушенного сердца. И искала я. И вот, когда я пришла в Лютеранскую церковь, я нашла тот Дух Христов, с которым я знакома. Но я увидела, то, что оно обросло не тем служением, которое мне было открыто. Да? И вот этот свет, он должен разрастаться, а его так вот, и вокруг него разрастаются эти обрядовые, свои представления о служении. Хотя этот свет есть он, если его уж не нагасить-то. И вот я потом это стала читать святых отцов, потому что очень критический момент в духовной жизни был. Я не умела ожидать Бога. Просто не умела. Для меня это была катастрофа. И я думаю, ну, хоть где как, почерпнуть, что... И вот в Библии читаю, там вот написано, и обращу малахин, сердца отцов к детям им, да, и сердца детей к отцам, чтобы земля не была поражена проклятием. А я понимаю, что я сейчас поражена проклятием. Мне нужно, ну, из-за своей такой христианской жизни, чтобы этого проклятия не было. И я вот стала искать. Господь говорит, ищите. И думаю, кто такие святые отцы, да? Кто такие дети? И почему сердца детей к отцам будут обращены? И почему сердца отцов к детям, да? Чтобы не была поражена проклятием земля. И стала искать в Святом Писании, кто такие святые отцы. И думаю, а вообще, мы святых отцов называют православных святых. Думаю, только я это покопаюсь. Там написано же, да, что пишу вам отцы, апостол Павел говорит, да? Вы познали безначального. Иисус Иисус, это Альфа и Омега, да? И когда все покорится Иисусу Христу, тогда все, что покорилось Ему, и Он сам покорится безначальному, Богу Отцу. Вот. А там написано, пишу вам отцы, вы познали безначального. Не Иисуса Христа, а безначального. Любовь. И я стала читать святых отцов. И когда я читала его, да, в Библии написано, если сын освободит, истинно будешь свободен. И я понимаю, что через них говорит сын. Понимаешь? Потому что у меня такая свобода приходит от того, что они говорят святые отцы. и очень редко вот Фарид, да, однажды сказал такую вещь, духовную. И мне пришла свобода. И я поняла, что он этот путь прошел со Христом. Потому что мне так хорошо стало, как написано, и ни о чем не спросите. Вот. И у нас в церкви, когда мне говорят, ты раньше говорила, что если говорить, говорите слова Божии. Да, я ревновала об этом. Не надо было ничего примешивать с словом Божиим, да? Но не слушают. Не хотят нести крест, не хотят идти узким путем. Не хотят. Да? Такое христианство, вот такое радостное, да? А очищения сердца нету. Скуршения сердца. И поэтому я уже думаю, раз не слушают они Слово Божие, я буду говорить, потому что святые отцы. И мне вот предъявили претензию. Я говорю, но вы же ведь не слушаете Слово Божие. Вы же не идете за Христом. Вы не отвергаете себя. Вы не умираете, вы не несете креста. Ну, хоть послушайте тех, которые прошел этот ход. Хотя бы их послушайте. Они имеют право быть учителями. Да? Вот. Поэтому Иоанн Золтоуст говорит, что все-таки Антоний Великий вот тоже. А что все-таки даже со святыми имея дело, ты все-таки сверяешься со Словом Божием. Однозначно. Да. Да. И все такие святые, как Болотаус и Иринипс и Донский, и Кирилл Русалимский говорил, что если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Ну, и апостол Павел сказал уже, что если даже ягод или ангелс нет, какой апостол не будет говорить то, что вы приняли евангельское все, что они приняли. А нафиг. Проклятье. Моисей-то то же самое уже было с Моисеем. Он говорил слова Божии, то, что ему Господь передавал, а ему народ что сказал? Ты нам не говори, пусть Бог нам не говорит открыто, точнее. Ты нам говори. То есть напрямую от Бога они и не отказались через судей управления от Бога. Судьи управляли непосредственно через Бога. Царя нам поставьте. То есть посредника такого, который через него все это будет. И это всегда есть момент отступления к Богу. А для чего церковь-то постановила всего это? Посты, куча всего правил обложила. Чтоб человек вот это, то, что вы сказали, из вот этого он познал, чтобы вот это свое состояние-то. Что он ничего не может. Посты для чего нужны? Человек обложен постами в православной церкви. Больше дней постных, чем не постным. Он обложен просто постами. Допустим, там, не знаю, супружеская близость, там, это вообще раз там, ну, получается, если все правила все соблюсти, все это ты все время в правила, в правилах, в правилах. Это как Господь тогда ветхозаветную церковь готовил для принятия Иисуса Христа, человек ветхозаветному человеку, чтобы прийти непосредственно к нему и родиться свыше, когда он придет, то есть принять его жертву. Так, люди все равно нерожденные свыше, уже в Новом Завете многие обложены правилами, которые человек готовит к тому, чтобы он в итоге родился свыше. Это для этого все нужно. А не просто так, это святые отцы постановили, это церковь постоянно, она видя, куда человек отваливается, чтобы вот мы сейчас как вот видим, там улыбочки и прочее. Никакой нету реальной строгости жизни. Почему? Вот Антоний Великий, они там, скрывались, и так себя, час в день, час у них сон сокращали, все сокращено, еду сокращали, там, постоянно работа. Это и есть, Нил Сорский говорит, что сердце сокрушено и смиренно, но сердце не сокрушается без ущемления себя в еде, во сне, то есть ты тело, когда свое полностью порабощаешь, тогда у тебя и дух за ним сокрушается вместе с сердцем, а не так, что ты что хочешь, что и делаешь, ты расслабленный и все, ты Бог, у тебя любовь родная, это обман, самообман. Игнатий Бричин уже говорит, что если ты говоришь о любви, но не испытал страха Божия, у тебя начинает все сначала. С самого начала. Аллилуйя, слава Богу. Знаешь, вот я просто хочу сказать, что у меня, конечно, критическое духовное состояние, очень, очень, и поэтому, независимо от этого, я знаю, что Бог есть, и святые отцы, вот я читаю, они говорят, это по неродине и по лентности, потому что, да, я с этим согласна, и все надеюсь на чудо, что Бог возьмет меня за ручку и поведет, ай да, пойдем, но они не дают мне обращаться с святые отцы и говорят, нужно усилия приложить, чтобы вернуться к Богу. Царствие Божие усилием берется и как там восхищает, прилагающие усилия восхищает. Но я еще понимаю такое, что Господь говорит, что он восстановитель развалин, да, и я понимаю, что слово Божие, как в Писании написано, верующий в меня, если даже и умрет, оживет, и я понимаю, что слово Божие, вот оно в состоянии человека воскресить. Именно оно. Я вот читаю слово Божие, да, я понимаю, что дух, он вечный, что это любовь, что, и читая слово Божие, я понимаю, где я нахожусь и где слово Божие, но оно есть, оно живое. Для меня проблема это читать слово Божие, как это в Малахе написано, десятую часть Бога опять, хотя бы десятую часть времени в чтении слова Божия, да, вот, и у меня не получается, к сожалению, это, но в Новый год я настолько себя плохо чувствовала, вот эти вот духовные атаки были сильные очень, я понимаю, что по моему нерадению все это, святые отцы говорят, что это как, ну, претерпишь, а то спасешься. И вот, что я сделала, я взяла в руки Евангелие в это время, они не дают читать слово Божие, это вот это боль, да, и это, и от Иоанна, и от начала, и до конца я прочитала, и они освободили, и я поняла, что это нужно постоянно, постоянно читать, постоянно, пока ты не выйдешь из зоны вот этих, ну, это нечисть. Большое. Да, и поэтому это большое счастье, если в семье есть с кем проводить время за Словом Божиим, потому что оно и есть воскресенье жизни, независимо от того, в какое ты время живешь, в какой ситуации, в Библии написано, народы меняются, цивилизации меняются, человеки меняются, Бог не меняется. Это такое счастье, что Слово Божие есть. Не меняется, а Бог. Слава Богу, поэтому вцепиться за Слово Божие, да, и дай Бог, чтобы кто-то был с тобой вместе, который разделял искренние беседы, хлеб, да, вот духовно ел. То есть это же, если ты это в первую очередь найдешь, так все оно остальное приложится. Чего цепляться за то, что тебя тормашит в этой жизни? За Бога цепляйся. Чтобы Дух Божий в тебе утверждался, Духом Молодычественным, утверди меня, Господь говорит. Вот. А вот не зря же написано, да, хорошо быть вдвоем, если один упадет, другой поднимет и поддержит. И написано, что Иисус посылал подвольную учеников туда, куда сам хотел прийти, подвое. То есть у него одна в духовной жизни. Двое обязательно. Да. И написано, если вы ходите во свете, как и он во свете, то имейте общение друг с другом. То есть если человек не имеет общение друг с другом, значит не ходит во свете. Аминь. И кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Только тогда. Только тогда кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Что такое во свете? Бог и свет, это любовь. Если у тебя есть тайна против брата твоего, он не омывает тебя кровь. Потому что ты не ходишь во свете. Да. Не обращаетесь. Вот ты и часто к этому заданию, что он, если общаешься с людьми, очень боятся камеры, очень боятся открытые, потому что тьма. Она вскроется иначе. Есть чего бояться, есть чего. И вот это, конечно, мы это обнаружили по поводу съемки. Именно вот очень хорошо это все определяет. Съемка. Как человек относится к съемке. Открыто к ней или не закрыто. То есть, если он боится чего-то, сам ничего объяснить не можешь. По сути, бояться нечего. А вот эта тьма, она и есть. Делающий зло и не идет к свету. Потому что, явно будут его дела, что они злые. А делающий доброе идет к свету. Потому что у него дела в Боге соделаны. Ты на Бога уповаешь. Чего тебя бояться? Ты знаешь, Бог тебя будет судить за все. То есть, все записывается. На страшном суде все откроется. Все грехи каждого. Откроются. А что сейчас бояться? Лучше сейчас пусть откроется. Если уж на то пошло, все верно. И вот правильно, что беседовать, обязательно надо иметь общение. И без этого никак. Потому что даже самого праведного, даже затянет может никуда. Сатана, он имеет опыт огромных. За 7529 лет. А как человек совращать? Тем более, теперь с христианами он уже имеет дело давно. Именно не зря бы Господь не давал бы эти заповеди. Это пообщем. Даже я по себе знаю, что если я сам замыкаюсь, в себе начинаю вместе, то меня начинают заносить. И я когда только опять в общение с братьями вхожу, и я сам обтесываюсь, тут услышал, тут Господь сразу либо обличает среди других, и я понимаю, что ко мне относится, либо еще. И в церкви оно так и происходит. Обличение должно быть обязательно. Обсуждение в этих. И будут обличаться не то, что даже ты открыто кого-то обличил, а просто человек слышит, это его касается. Все уже изменяется. Без этого не... Сегодня, к сожалению, в православной церкви вот этого общения нет. Его нету. Ну, оно где-то есть, но в большинстве имеется в виду. В большинстве приходов оно все отмело. Но вот по рождению свыше, все-таки рождение свыше, это ключевой момент, без которого... Потому что мы читаем Евангелие от 1 Иоанна 3, 9. Иоанн говорит, что всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожденный от Бога. Семя, Слово Божие, пребывает в нем постоянно. Этот серафим Саровский же сказал, что ум должен плавать в Евангелие. То есть семя, то есть в тебе должно быть постоянно. И тогда ты только отражаешь падших духов, всех их помыслов, которые на тебя могут привить. И в другом месте написано, и он не может грешить, и лукавый не прикасается к нему. Не может грешить. Знаешь, я читала православных, там много рекомендаций, но не указан путь, как достичь этого. А достичь это возможно только благодаря Слову Божьему, только Евангелие. И поэтому, когда ссылаются святые, что я сказал, но тебе, Господь, если сына освободит, истинно будешь свободен. Потому что хочется, как они говорят, делать, но сил нет, а сила на Слове Божьем. Потому что они не могут сказать, потому что никто не знает, Бог движет, он не знает, человек прописан в книге жизни или не прописан. Не знает, только Бог знает. И поэтому святые, они могут все рассказать обо всем, все, что происходит, но вот как вот, чтобы это прям произошло, такого никогда не нет. Ну, в смысле, что прям вот непосредственно, вот это дело, дело это, это невозможно. Они никто это не знают, только сам Бог знает. Ответ на себя надо. Ты знаешь, у меня просто сейчас такое состояние, что слова святых отцов, они не так касаются, как само Евангелие. Поэтому я понимаю, что все-таки Господь, в Писании написано, народ Божий поклонялся воинству небесному и богине приносил лепешки. Да? И я так думала, кто это, о каком воинстве небесном Господь говорит? Кому народ Божий так упорно поклоняется? И у меня, это мои мысли, поклоняются святым. А Господь говорит, что это, я не говорю, что это правда, это просто говорю, потому что Господь говорит в ангелах своих, Он усматривает недостатки, в ангелах. А Господь говорит, а слово мое, оно чистое, семь раз переплавленное, отделенное от земли. Вот ангелы земные, которые, они полностью не могут быть отделены от земли, ну, может быть, недостатки. По сравнению с Богом, а вот слово, оно отделенное от земли, семь раз переплавленное, то есть совершенное. И когда ты слушаешь Слово Божие, Господь говорит, я есть жизнь. Ты прикасаешься к жизни. И там нету ничего, как это написано, в Писании, что мы нищие. Нет, нет. Кто смотрел на Господа, лица тех просвещаются. Поэтому, как бы, Господь ведет меня, что я люблю святых, да, но путь, путеводитель, мое Слово Божие, я со Словом Божиим сверяю на святых, и очень радуется мой дух и сердце, когда у меня единство со святыми, потому что Господь говорит, доколе вы не придете все в единство веры. Поэтому, Господь им дает шанс каждому, и протестантам, и, если душа, она старательно ищет, старательно, не соглашается, умеет услышать, высказывать мне свой адрес, да, и сказать, не Господь ли говорит, да, дай-ка я вот помолюсь Богу, понуждаюсь в Боге. Ну и это вообще было, когда я почитал, то, что имя Божие, что может быть выше? Одно имя выше, Слово Божие, выше имени Божие, Слово, в Писании уже написано. Слово Бога. Единственное, что выше имени Божия, Слово Его. Ну, да, это и есть. Вот, святые, конечно, против путеводителей, и написано, мы приступили к горе Сеон, к раду Бога Всевышнего, тьмам ангелов, небесам Иерусалиму, и к духам праведников, достигших совершенства. То есть, видите, в одном ряду идет и крови, икропления Иисуса Христа, который... Мы приступили, как мы приступили к ним? Ну, как можно к ним приступить, кроме как молитвы? Ты больше не можешь не приступить к другому. Ты в молитвах к ним приступаешь. То есть, если святые, ты можешь и обращаться к ним. Они же есть. Перед Богом предстоят, мы считаем, в апокалипсисе. 24 старца пали, перед престолом стоят, перед Богом. В этом... Под жертвенником души убиенных выпьют. Доколе ты не отомстишь за кровь нашу. То есть, они знают то, что не отомщено. Значит, они знают то, что происходит на земле. Господь им это открывает. И они могут ходатайствовать. И апостол Петр же говорит, молитесь друг за друга, братья, чтобы исцелиться. Ибо многое может молитва праведного. Они праведные, на небе у Бога все живы. Они могут молиться и оказывать. Но выше, конечно, Слова Божия ничего нет. Это все, что мы знаем о Боге, все, что мы знаем, вообще все, что мы знаем, мы знаем из Слова Божия, из Священного Писания. Но надо не забывать, что Священное Писание сохранили и донесли на нас именно святые отцы. Они его, во-первых, отрезали то, что не надо, то, что является ложью, то, что куча апокрифов всяких. Было 20 евангелий. Как определили? Всех положили на престол, закрыли все двери и молиться все стали. Открыли, все евангелия на полу, четыре осталось на престоле. Вот эти. Слова Божия. Если бы даже этого не было, сознанием бы просто человек, Духом Святым бы понял, что только вот эти четыре евангелия другу не противоречат. Они другу все только сочетают. А остальные евангелия, они противоречат. То есть, это противоречит, это мы противоречат. То это, то допустим, пример такой, я Златоуст приводит. В евангелии от, может, Варнабы, по-моему, что-то такое. Да, апокрифически написано, что Иисус, в детстве, там детство Иисуса описывается, делал птичек, запускал. там Иуда как будто был. Иуда тоже он узнал Иуду. Иуда убивал голубей, птичек. А он брал их, оживлял и пускал. То есть, чудо совершал. Но мы же знаем, Иван Мишин, что написано, на свадьбе Иисус предварил воду в вино. И написано, так положил начало чудесам Иисус в Кане Галилейской. Начало чудесам было положено там. То есть, значит, то, неправда, то, что его публик, ну, в этом написано. То есть, и вот таких, много чего-то сверяет. Церковь, она это выведела и содержала, и никуда оно не делось. И это все святые. Как бы это никуда не деть, это нельзя отбрасывать, как многие протестанты делают. То есть, они просто выбросили. И неблагодарности нет за это, ничего. Вот даже за синодальный перевод переводили. Четыре духовные академии. Ни одного перевода не было. Допустим, перевод английский язык Короля Якова. Там один человек, там профессор какой-то приводил при нем. Мартин Лютер перевод. Тоже один человек, там несколько. Там какие еще. Ну, все переводы всегда один. А, церковно-славянский, два человека, Терилл, Мефодий. Новый язык создавали, можно сказать. А здесь переводили четыре духовные академии, при том, среди них были евреи, которые учебники писали для еврейских школ. То есть, у них знание языка было очень огромное. И среди них были такие сейчас святые признаны. Это Филарет Московский, Макаре Алтайский. И как там сверялся, использовались все. Вот, Масаретский текст, Септуагинта, все остальные переводы, Бульгата там и прочее. Все это смотрелось. И как это место толковали святые отцы в третьем, пятом, четвертом веке. И только все вместе с переводом. И пока во строчке отправлялась в Синод, и Синод собирался раз, сколько он там, неделю, что ли, в месяц собирается. И разбирали все эти строчки, что и Синод принимал. То есть, более глубокого, более анализа, чем Синодальный перевод и просто нельзя. Это Божественный перевод. Его сделаем. То есть, он один из самых точных. И сейчас, когда возникает, люди говорят, а там какие-то другие переводы или что-то там в словаре. Он язык не знает, в словаре посмотрел что-то и говорит, а тут вот это вот так. То есть, там такие люди и он какой-то словарь что-то посмотрел. ни по контексту, ни по чему. Ну, просто смешно это слушать. И вот я заметил, те, кто отвергает Синодальный, они потом падают очень далеко, глубоко. Вот такие есть Стерлингов, вы же слышали? Герман Стерлингов и прочее. Они все это, говорит, искажено, все Библия искажена, в пятом веке все исказили. И все его несет, он разрушитель. Туда, вглубь, и за ним люди тоже, сейчас на меня выходят, бывает, очень сильное повреждение. Они уже все в Слове Божьем не уверены. То есть, они уже, ты уже не можешь даже такую цитату дать, то есть, помочь Слову Божьему, потому что он, все, разрушен для него, Слово Божье. Он не знает, оно потеряно или нет. Я ему говорю, ну как же, Господь говорит, я бодрственных словом моим, Иеремия 1.12. Он говорит, небо и земля приедет, а слова мои не приедут. То есть, ты как бы веришь кому? Стерлингову, или Богу, который сказал, что не приедут его слова? Это от незнания Слова Божьего. И вот это, от этого все идет. И вся гибель-то. И все, все вот эти разночтения, которые между протестантами, возникшими и прочее, идет именно по поводу толкования этого слова. И зато уже говоришь, что, говорит, ты мне не показываешь, что написал, покажи мне смысл написанного. Вопрос только в смысле написанного. И вот смысл написанного мы должны так определить. Как понимала церковь в 1-м веке, в 2-м, в 3-м, в 4-м, в 5-м, в 6-м, она должна одинаково понимать. Потому что столк и утверждение истинной церкви. Дух один должен быть. Вот разномыслия могут быть. Потому что я читаю толкование, там разномыслия, но дух один. Разномыслия без противоречия. А что касается Библии, недоверие к Слову Божьему, это может привести даже к греховной жизни христианина. Вы только к этому привезете. 100%. И я по себе это знаю, потому что у меня было время, когда у меня вкус к Слову Божьему пропал. И в Библии написано, кто наблюдает за своим путем, тому и велю я спасение мое. Я за своим путем наблюдаю и знаю причину, почему Слово Божье стало безвкусным. Это в результате моего падения. И поэтому, но я знаю, что Бог живой, что этот вкус может вернуться. и что это уже зависит от тебя, хочешь ты этого или нет. Поэтому меня утешают очень слова псалмов, где у Давида такие отношения с Богом, а потом такой мрак, что нету Бога в его жизни. В Библии написано, я как бы мертвый, я как бы как человек, который никогда не знал Бога. Представляешь, это же очень страшное состояние. Или ты поместил на землю драконов, но и там наше сердце не отступило от тебя. И вот эта память, у православов сказано смертная, у меня память о Боге, что когда-то Господь дал вкусить благости, когда-то показал, которую я сейчас не имею, вот оно меня заставляет искать Бога, не смиряться со своим плачевным духовным состоянием, а ныть, вопить. Как это апостол Павел говорит, ой, Давид говорит, день и ночь буду выпиять к тебе, день и ночь, день и ночь, буду выпиять к тебе. Это уже сейчас зависит даже не от меня, а от милости Божьей, что Господь, если пожелает, Он протянет руку и воскресит просто, и оживит. Будем вечно славить. Лишь по душам не соглашалась с холодностью, с теплостью, с обманом, лишь бы она очень ревновала о живом Боге. Потому что, если душа умрет, если она думает, что она с Богом, и в вечности она поймет, что Бога что не было в ее жизни. Вот это страшно. Поэтому в Писании написано, зри, Господи, не на опасную ли я пути, и направь меня на путь жизни в вечном. Я вот сейчас не чувствую Бога, как я раньше чувствовала. Я знаю, что Он есть. И меня ужасает, что мне нужно пройти, чтобы вернуться к Богу. И вот тот путь, который был проделан в данной встрече с Богом, это все потеряно. Только, когда Давид шел, уповал на Бога. Как восстановитель развалин. Я просто расскажу, житья святых вспомнил. Я тоже имя забыл, его святой один, я, может, потом сгрошу. Его Бог лишил на два года веры. Он проснулся, и все неверующий. Неверующий проснулся, но что, что, он два года все то же самое делал, как будто верующий. И ни грамма, ни просто, я, говорит, не верю, но делаю это все, все, что есть. И Господь ему за два года это такое вернул в итоге. То есть, такую веру дал, чудодейственную и прочее. Такое, видите, Бог Господь может так и спустить, может, с грехом связано было. Это неважно. Вопрос другой, что, чувство, нигде Господь не говорил, что, допустим, ты должен чувствовать это. Ты почувствуй, то есть, ты встаешь, и ты чувствуешь это. Такого нет. Чтобы ты прям почувствовал это. Бог, да, дает это. То есть, утешения такие дает. Но это не критерий вообще, что ты идешь, имеется в виду, сто процентов на правильном пути. Это не критерий. И Златаус говорит, вот ты встаешь на молитву, и ты горишь, и ты в молитве, все ты к Богу. Часть награды ты уже получаешь здесь, прямо у тебя Господь дает. Но если ты встаешь, у тебя сухость полная, и ты все равно встаешь и делаешь это перед Богом, перед Богом это гораздо выше, это, говорит, у Бога это встает. То есть, это тебе награда ждет великое за это. И у него был ученик Стагерий называется, у Златоуста, великого Златоуста, Стагерий ученик. Он его сам, можно сказать, из мира увел. В него бес входит. Он становится одержимым бесом. И Златоуст что только не делал, чтобы можно было. И все, что исследовал, все, что можно. И к таким там отшельникам, старцам, которые изгоняли любых бесов, святым. И ничего не могли с ним сделать. Даже самые святые ничего не могли. Ни Господь, ничего. То есть, они Бога просили, чтобы Господь не мешал. И все, молился, Господь отдал ответ, что это было способом для славы Божьей. То есть, это самая высшая у него была степень. Как бы телесная болезнь для славы Божьей может даваться человеку. Так здесь, душевная болезнь, это еще страшнее, чем это. То есть, в данном случае, Господь, вот именно, чтобы прославить его, именно таким образом повел. Но надо завершить, надо все-таки просмотреть, все ли пути пройдены к человеку. На том ли он месте стоит, в котором есть. Потому что, не зря в человеку совесть показывает что-то. И вы должны посмотреть, допустим, крещение вы приняли, полное погружение у вас было или не полное. По слову Божьему, не простость. Завершательный этап рождения свыше, это крещение. То есть, это завершатель, потому что никто не родится от воды и духа. От духа, да, к дух, даже мы видим в Писании, он сходит, бывает, до крещения человека, как Корнилий, на него сошел дух святой, до того, как его был крещен. Почему? А потому что, иначе бы никогда Петр и евреи бы не поверили, что Господь принял язычников. Для этого. И потом, потому что, сами язычники не знали, как понять, что приняли или нет. А потом, мы читаем, Филипп пошел, крестил, в Самаре самарян крестил, и многие уверовали в Иисуса Христа, уже исповедовали Господа, но Дух Святой на них не сходил. Филипп был диакон. И вот апостолы об этом узнали, они собрались и послали Петра и Иоанна, чтобы те пришли и возложили на них руки, и Дух Святой на них сошел после. То есть, у них уже было крещение, но Дух Святого не было. А у этих был Дух Святой, а крещения не было. И говорят, Дух Святой сошел, что мешает креститься? Все крестились. И вот в крещении это тройкратное погружение руками законного священника с правильной формулой. Надо смотреть, оно было или нет. Потому что, если его не было, еще грехи остаются на человеке, человек просто, падшие духи, к нему имеют доступ постоянно. И я это проходил, и сколько людей это проходило. Вы в детстве или где-то в православном храме были облиты, но помазаны. Помазание, вы знаете, это считается как бы возложение рук апостольских. Сейчас они выскладывают руки на масло, и этим маслом людей мажут. И вот этот тот, который Христос дал, благодать священства, она сходит через помазание. Человек получает помазание, но не получает крещение. То есть, все грехи на нем остаются. И он терзается, мучается и не понимает, что ли, а потом отпадает вообще. И потом смиряется, он потом думает, что это и нормальное состояние, человеку постоянно пребывать в каком-то, падать в грехе. А апостолы Иоанн говорит, что нет, он не может грешить. То есть, сознательно человек уже не грешит. Сознательно. То есть, он может где-то там подстановиться, упасть, но сознательно он не хочет этого делать больше. У него воля поменялась. Если вы, если вы, посмотрите, вы приняли крещение как? Полное погружение или нет? Православная церковь? Православная нет. Просто у вас облидет. отропейная. А протестантская? С этим согласна. А протестантская полная? Полная, троекратная? Да. И с формулой? А, троекратная-то я не помню. Но там сказали «Во имя Отца и Сына и Святого Бога». Ну да, но однократная была или троекратная? Однократная, наверное, что-то. Однократная. А видите, церковь, 50 апостоль правила, апостоль, только троекратное погружение. И, то есть, это может быть очень большая причина. Хотя, может, кажется, что это обредоверие и прочее. Но, мы просто знаем, что по Писанию, точнее, апостольское, то, что оставили апостолы, правила святых апостолов. Написано, кто крестит, епископ или пресвитер, крестит не в троекратное погружение, но в единое погружение, да будет изверг. То есть, это извергается из Саны, кто так делает. То есть, это недействительное крещение. Оно не происходит. Происходит, да, вас помазали, то есть, даже Дух Святой, он же не, знаете, если бы ничего человеку не произошло, и он бы даже, тогда бы он ушел бы вообще. Дух Святой он-то пришел в церковь. Но, надо исполнить всякую правду, принять крещение как должен. И, есть священники, у нас же Сера-Семцеровского храма, у меня же теща, она ее крестили, и крестят ее с такой формулой, ащи не крещен, крещается раз в Божий. И трикратное погружение. И многие священники, противники этого, они говорят, у нас Лука, воина Есеневский, святой, есть, он конкретно говорит, что те, кто облиты, их надо крестить нормально, молодым. А то, что, допустим, вас крестили до этого Литуранска, это не вменяется. Оно не может быть даже крещенной. Потому что, не было, во-первых, единожды нарушена формула Сама. Во-вторых, я понимаю, ну, то есть, во-вторых, неизвестно, священство. Оно неизвестно. Оно идет от апостолов, или нет? Неизвестно. И, не думайте, что я, как бы, куда-то вас хочу переводить. Зачем? Я имею в виду, что там православие, неправославные, это не важно. Я просто хочу, чтобы были все люди, которые, то есть, они получили истинное таинство. Потому что без таинства никуда ты не справишься. Без таинства причастия, без таинства исповеди. Это для чего? Кто не будет иметь, есть тело, пить крови, не будет иметь в себе жизни. То есть, и будет человек угасать без этого. Жизнь не будет никакой. Исповедь, кому простить, и тому простятся, на ком оставить, и на том оставаться. Священству данная власть. Прощать грехи. На этот счет очень много вопросов. Куча. Это не разовое такое. Но то, что ты сказала, впервые слышу. Я, конечно, буду очень нуждаться в Боге. Чтобы Господь открыл. Это где, ты говоришь, написано? Правила Святых Апостолов, 50-е, это непосредственно еще на Первом Вселенном Соболе, то есть, это церковные, обязательные для всех, для исполнения для всех. Еще когда все вместе были, это правило Святых Апостолов называется, 50-е. Это священное предание. Ну, то есть, это каноны. Это канон церковных непосредственно. По поводу, имеется в виду, что как крещение, трекратное погружение не минувшило, а не обливание. Вот как вот, обливание. Обливание такого нет. Оно допускается, обливание в одном случае. Возможности нет. То есть, нету рек, нет озер, нет морей, и человек больной, сейчас умрет. Все. Понятно, требовать того, чего невозможно, невозможно с него. То есть, такое крещение, оно действительно Господь его принимает. Но, священником его уже нельзя назначать. Почему? В канон принят, что он уже священником не может быть такой человек, потому что крестился таким образом. Мы не надо просто далеко, я хотя и глубоко эту тему по крещению изучил, потому что и себя, и мне надо было исследовать по этому вопросу. Вот просто скажу, что не бывает. То есть, нету, не бывает ни одного случая в церкви ранней, чтобы крестили обливанием. Не было этого вообще, никогда. Это все в вытонки. Из католицизма пошло, они сейчас вообще тропят, как что-то неважное. Потому что даже крещение приводит к погружению. Вы же другие переводы смотрели. Просто в русском переводе взяли возвышенный смысл, то есть, по образу креста, крещения, а не по непрямому смыслу, а прямой смысл с погружением. Ты должен погрузиться в воду до конца. И все, и святые, и все толкают, что ты, как Господь в три дня и три ночи был во гробе, то есть, в смерти, так ты погружаешься, ты должен полностью покрыться. И потом выныриваешь, как и новый человек. Омываются все грехи. Я знаю учение, что обычно протестантское, что в крещении не омываются грехи. В покаянии не омываются, считается, у обычных протестантов. Но у вас правильно. У вас правильно, да, как я помню. Но мы же откуда знаем, апостол Петр же говорил, он говорит, покайтесь, и крестится каждого из вас в оставление грехов. И получите дар святого духа. И апостол Павел, когда он встретил Христа, и она не уже пришел к нему, он уже покаялся же, Павел-то. Но ему она не говорит, брат Савел, что ты медлишь, встань, омой грехи свои. Презал время крестись, встань, крестись, я омой грехи свои. То есть, крещение омывает грехи. Это очень важно. Если без омытия греха человек, будь даже со святым духом, он всегда будет спотыкаться, его, он должен чистый выйти, новый человек, обновленный, с новым естеством уже, новое естество, стволю все новое. Без этого никак. 99% людей в церкви не крещены даже. Обманывали просто. Деньги взяли, покрапили, и все. 90% наверное. И от этого много чего идет. Ну, я уж молчу, потому что не обучили, не... Самое главное, не обучили верить в Иисуса Христа, любить Иисуса Христа и Его Слово. Без этого ничего вообще нет. Это все без... Хоть как-то, хоть трекратно, хоть не трекратно, ничего не произойдет просто. Аминь. Если они любят... То есть, да, это покаяние, крещение водой, а Духом Святым и огнем уже будет крестить Господь посредством Слова Божьего. То есть, он сам есть Слово Божьего. Я просто хочу тебе добавить к тому, что из своих наблюдений, что церкви, где погружались в воду, допустим, пятидесятники, у них есть глубина духовная, а у баптистов есть своя глубина, да, но глубина, а вот где они крестились, а окунаясь, а вот крестились, как бы, вот окропляя там водой, да, православной, допустим, церкви, я не видела вот этой глубокой духовной жизни, которую я вижу в Слове Божьем. Поэтому для меня, как ты говоришь, имеет значение, как крестится человек, да, для меня вот это много, то, что ты говоришь, но я пока не знаю, как мне на это реагировать, вот, но закономерность я видела, закономерность того, что как крестится, атаковая духовная жизнь, это я видела, духовно. Поэтому пока Христос вошел в воду, крестился, Филипп, вошли в воду, написано, воду, не воду к ним не притащили, а в воду. Нет, я против крапления вообще. В описании, то есть, однозначно, по-другому нету. Это большое-большое-большое искажение, которое проникло в нашу церковь. Да, это же символ того, что человек оконается у Бога полностью, побрызгли и все. Он не выстает, этот смерть не происходит у человека, то есть, вот этого, погребения не происходит, в воду, оно должно быть, полностью быть, до единой волосинки человек должен уйти. А сейчас придумали, что там, песком где-то крестили, в духовном луге, такая книжка есть, православная, там есть список случаев, евреи один, монахи шли по пустой, евреи один обратился, а пол воды не было. Но они решили песком его крестить, песком осыпали, и они говорят, вот-вот, песком крещение, а дальше-то не читают, дальше написано, они пришли, там епископ Дионисий, там было совещание, все послали нормально крестить в Роданках положено. То есть, это все выдумки, просто, сатана прячется, он не хочет, скрывает это все, это важное таинство, очень, написано, проклят, кто сделает Господне небрежно. Крещение, это дело Господне, дело Господне, но если ты обливаешь, его небрежно делаешь, проклят, он же будет, поэтому, и тут, допустим, и меня, и Гнатиф, они очень любят за то, что обречают, потому что обманули людей, или за деньги берут, сейчас там крещение в храмах, полторы тысячи, там две с половиной тысячи крещений, деньги прям непосредственно, это за это, как это можно, дар Господне, они говорят, нет, мы говорят, ну, как бы это Симония называется, Симон, они говорят, Симония это то, что, когда ты рукоположение покупаешь, то есть, священство, потому что, нет, там написано, ты помыслил, дар Божий, получить за деньги, да, крещение, это дар Божий, дар Божий, все, вопрос закрыт, цены никакой, они говорят потом, ну, хорошо, но это пожертвование добровольное, добровольное, без слух, оно бывает, да, о добровольном пожертвовании не говорят, рекомендуемое пожертвование, не за деньги, то есть, это лукавство, все, которое проникло, как и с торговлей в храме, это мы ничего не можем, даже, если кто Дух Христов имеет, по Слову Божьему, он не может это терпеть, никогда, хоть какие будут, епископы, хоть кто там, что-то решит, по этому поводу, Христос выгнал, выгнал, значит, если торговля идет, он не заходил туда еще, и не выгнал еще. Это очень сильно угошает, я вот в Холославную церковь ходила, когда только уверовала, у меня просто кричало все внутри, там, подваль у них, библиотеки, да, там, развлекательные концерты, да, там продают свечки, я в духе чувствовала, что здесь, это угошает Духа Божия, изгоняет из церкви Христа, поэтому Господь, Он говорит, что Дом мой, наречется Домом молитвы, что такое Дом молитвы? Это нужда человека в Боге, он нуждается постоянно в Боге, у него всегда молитва, молитвенное состояние, он без Бога не может жить, поэтому никакие торговцы, никакие меня там не нужны, это Дом молитвы, ты приходишь в нужде, от нужде к Богу, к самому Богу, и поэтому все должно дышать Богом, вся церковь, она должна быть пропитана Богом, поэтому, ну а когда ты уходишь туда, то это, если ты не противостоешь, написано противостояние, дьяволу твердую веру, и дьявол убежит от тебя, но это настолько проникает, потому что бедная душа не знает, куда пойти, Бога, если уж в храме Бога изгнали, ну куда идти к этой душе, куда, как это, знаешь, Григорий Богослов говорит, священники, ну, как сказать, не богоугодные, так скажем, епископы эти, куда в душе, где он Бог, куда идти, если вот все священнослужители, да, они, ну, корыстные там, это, ну, не ищут Бога, старательные не ищут Бога, куда, я читаю его, я думаю, я понимаю, мне со мной надо его искать, Господа, мне надо искать его, как Господь говорит, ищите и найдете, да, исключите и отворят вам, просите и до нового, слезно, плакать и говорить, Господь, как это написано, избранные, они вопьют день и ночь, избранные, вот, кто такие избранные, которые вопьют день и ночь, мы Богу, это, известно, нет, видите, одно и все равно никак, потому что ему написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, если б можно было одной, то зачем прилагать к церкви, то есть, это все есть, вот то, что, допустим, действительно, вот эти все преступления, но мы, вот, я когда изучал, я смотрю, при Христе, что было, то же самое, это Ветхозаветная церковь, были там самаряне, да, не церковь, это, и когда Христос самарянка встретился, он говорит, вы, мы, то есть, вы не знаете, чему кланяться, мы знаем, чему кланяться, и вы спасение от иудеев, то есть, именно, а они-то там на своей горе все это делают, по-своему, спасение от иудеев, то есть, спасения нигде не было, кроме как вот при иудеях, именно вот в этом храме, при этом храме, в котором была торговля, Господь, который изгнал, но он же назвал его все равно, дом мой, он говорит, дом мой, дом и молитва наречется, он сказал, что это мой дом, а вы сделали, говорит, теплым разбойник, это они сделали его, а он домом остается Божьим, никуда не девается, и архиереи, те, которые, те-то были, которые его осудили, он же, они законными так и остались, то есть, по закону, архиерей назначался раз на всю жизнь, по закону Божьему сочетать, а при римской оккупации, покупалась эта должность, и назначались, историки уже, раз в год они покупали, и менялись постоянно, поэтому, то один там написан, то другой архиерей, но Господь их всех признает, за архиерею, и он говорит, то, что они говорят там, делайте, но по делам их не поступайте, а сегодня, даже то, что говорят, нельзя делать во многом, то есть, это еще хуже, до того не дотягивает, но законность остается, вот эта законность, через которую, и вот этот, как его, который сказал, то лучше, чтобы один человек умрет, нежели, чтобы всем погибнуть, и говорит, сказал это потому, что был на тот год, перед священником, то есть, он пророчествовал, потому что он перед священником, ему благодать это была дана, и он сказал, по пророчеству, он не любил, Христа, то есть, ничего, ненавидел, но сказал-то истину, и это в церкви, то же самое, вопреки действует всему этому, вопреки, и нас Господь поставил непосредственно, в церкви, допустим, в которой есть, чтобы мы там работали, это наш крест, это непосредственно крест, вам открыто слово Божие, любовь к Христу, а им не открыто, они нету любви, мы должны работать, им эту любовь давать, то есть, это он не может нести, даже священники, такие же, то есть, заложники этого, системы, вот этой, они такие же заложники, в таком же находятся в тюрьме, вот в этих, во всех этих делах, и если, не говорить им, этим вещам, то есть, вообще о таких вещах, и не работать там, они так и погибнут, и в этом, а мы погибнем без священника, в том-то, вести вопрос, и Господь, почему это пропустил, так нам быть, в таком состоянии, вот, чтобы мы, это и есть любовь, и появляется, независимо от того, какие они, что они, что они делают, обличать, говорить, ну, женщины, конечно, обличать не надо, священник, там, как если уж отдельно, где-то, что-то сказать, так, между прочим, мужчины, потому что они не воспримут, но внутри церкви, потому что никак по другому, да какая плохая бы не была, вот если даже взять, московскую патриархию, на КГБ основана, Сталин Берий основал, в плане, ну, как организации, но, законное рукоположение, идет от апостола Андрея, до сегодня, патриарха Кирилла, и Святой Дух сходит через это, и много мы знаем священников, очень хороших, которых Святой Дух действует, даже взять сейчас Андрей Ткачевок, Дух Святой через него видно, по-другому совершенно, он из того, что проповедует, ему Бог открывает, он говорит такие вещи, видно, что не может быть так человек сам, без трусости, хотя и имеется, ну, то есть, со всеми недостатками самой этой системы, это никуда не денется, надо работать в этом, то есть, не отходить от этого, одной никак, это наше поприще. Спасибо, вот, Слава, спасибо Богу, что сейчас Господь меня ословил в этом, потому что впал в осуждение, но на самом деле, да, это дано для того, чтобы открывать глаза, спасать. Господь, он не хочет гибели грешников, да, и поэтому, слава Богу. А по поводу Ткачева могу сказать только, я пока не, неосторожность, а как, не такое какое-то слово есть, потому что, знаешь, апостол Хайл, Игорь Михайлович тоже на него смолит, он говорит, у меня к нему осторожность большая, он говорит, как будто он у меня скоро кинется, говорит, у меня, говорит, такое ощущение, правда, почему, мы молимся о нем. не важно, кинется не кинется, потому что у нас Господь, у нас вера в Бога, причем здесь кинется не кинется, я просто хочу сказать, что это, апостол Павел говорит, не в убедительных словах, да, а в явлении силы духа, для меня важно, не слова правильные сказаны, а явил ли он силу духа святого, понимаешь, потому что если явление силы духа, тогда души будут спасаться, они не знания будут приобретать, понимаешь, не человеческую силу, не благоволит Господь, не благоволит Господь к быстроте ног человеческой, прежде чем открыть рот и говорить дерзко слова Божие, нужно родиться, во-первых, свыше от Слова Божьего, пройти со Христом, как Господь, и как Господь говорит, Иоанна в Откровении, съешь эту книгу, она будет горькой в чреве твоем и сладкой в устах твоих. Что такое горькое в чреве твоем? Оно будет обличать тебя, сокрушать сердце твое, и только в этом сердце Господь будет жить, написано. И будешь пророчествовать о племенах, о народах, поэтому здесь осторожность, это духовная жизнь, и по плодам, знаете, написано. Да? Да, 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 тут вопрос такой. Это мое, вот я его звоню. Все равно, понимаете, вот исцелили бесноватого, что он был, да? Сколько он учился, сколько он с Христом был, ну час. Он говорит, можно я с тобой? Нет, иди, развести свое. Он пошел по всему городу, возвещал, уже был первым благовестником Христовым. Он ничего еще не изменил, просто получил исцеление, то есть мы все в меру того, что получили от Христа, об этом можем благовествовать, благовествовать. Ой, вот почаще бы говорили, чтобы не судили мы, а вот то, что почаще говорилось, то, что ты говоришь, что мы все нуждаемся во спасение, и мы должны друг другу просто это помогать, ну, чтобы глаза... И независимо от реакции к этому человеку. Молитесь за всех человека, вот это помнить надо всегда. Независимо от реакции. Реакция может быть самая... Все, что касается греха, допустим, если ты говоришь о грехе, реакция очень тяжелая обычно. А тем более у священства, у священства, которое оно воспитано гордым, то есть отделенным. Если взять вот наше священство, оно воспитано отделенным. И мы очень это все тяжело переносится, вот эти все, то, что они неправильно, что-то делают и прочее. Но мы должны там работать в любом случае. И говорить, и быть, и учат в таинствах. Без таинства нету спасения. Ты никуда без таинства денешься. В любом случае без исповеди. Куда ты уйдешь? Потому что ты оступишься, где-то накапливаются мелкие грехи и прочее. Надо исповедовать их перед священником. Знаешь, я тебе скажу, в идеале не перед священником исповедание идет, да? Ну, как свидетель идет. Это я просто хочу сказать. Если уж по Слову Божьему, то в Петра написано, что Слово Божие это вернейшее пророческое слово. И хорошо делаешь, что к Нему обращаешься, как к светильнику, который светит во тьме. Доколе не рассветет день и не взойдет внутренняя звезда. Господь говорит, что только Слово Божие может тебя спасти и сделать сердце Богу угодно. Почему? Потому что если Слова Божьего нету там, да? Пусть это будет исповедь, а там не будет освобождение без Слова Божьего. Это уж вот я сейчас перегибаю палку, конечно. Я понимаю, что говорится. И Слово Божие это как раз и говорит, что кому простите, тому простят, с на ком останется, на том останутся. Что свяжете, это кому дано. Апостолом была властью. Она дана, знаешь, кому? Петру. Апостолом? Да, ведь? Почему Петру дана? Потому что... Всем апостолам она дана. Я почему говорю это? Да, апостолом. Но почему говорю? Потому что когда Господь... Ну, я вот рассуждала, это мое рассуждение, я не буду говорить, что... Не говорю, что это так вот, так можно думать. Это мое. Петр вошел в лодку, да, когда много рыбы они наловили, он сказал, «Види, Господь, ибо я человек грешный». Понимаешь? Он видел божественность Христа и свою греховность. И вот ему-то как раз Господь и доверил. Он говорит, «Не бойся, Петр, будешь во всем человек, только человек с украшенным сердцем и смиренным способен уловить людей, пости людей». Ну да. Но вот эта власть, я согласен, это бесспорно все, дана апостолским. И апостолы ее передавали. И говорит 2 Тимофея 1.6, апостол Павел говорит, «Напоминая возгревать тебе дар Божий, который дано тебе...» А, как он говорит, нет. «Не нерадей, о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе пророчество с возложением рук священства». 1 Тимофея 4.14, по правой. С возложением рук священства ему дано дарование. Некое. То есть, это вот и есть, это поздравление. А в другом месте он говорит, «Напоминая возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». То есть, через рукоположение дар Божий переходит и дается, и люди... Вот это, собственно, тот и есть дар священства. Дар священства. Это и слово особенное он может говорить. То есть, ему дар слова. И самое главное, это разрешение от грехов. Вы правильно сказали, что они перед священником-то. Перед Богом это делаешь. И они даже, когда разрешительную молитву читают, он говорит, «Свидетель». То есть, он как свидетель. И потом накладывается Петер Ахилле, говорит, «Прощаются грехи». Но если человек покаялся, то есть, понятно, Бог прощает грехи, это не священник. Но власть эта дана священнику, что если священник это разрешает, а человек реально кается, то человек действительно прощается грех от Бога. То есть, Бог такой постановил нам, по Писанию, такой порядок. Это значит, что другого порядка нет. Нет, другой порядок есть. Когда нет священника. Нет священника, и как может Бог по-другому. Но когда священник есть, он направляет весь порядок. Он избирает 12 апостолов. Обязательно. Он не избирает там всех везде. Он говорит, «Нет, 12». Посылает по два. То есть, избирает всегда. Определенный порядок создает, при котором определяется спасение. И вот этот порядок мы тоже не должны нарушить. И должны знать, по которому мы идем. Именно что через крещение, через погружение это происходит, через эти таинства, именно причастие. Откуда мы знаем, как причастие превращается в тело и кровь Христа? Откуда мы знаем это? Писание же нет этого, но он просто преломил и дает. А уже апостольские все сохранили предание. Какие молитвы они считают при этом? Что они говорят, как Богу обращаются при этом? Это же все передали нам с тех пор, как и передано. И вот эта вся полнота, мы ее должны же понимать, что она сохранится в церкви. Ее сохранили. И на этом вся гордость и построена православным, что у нас все, вся церковь, и мы поэтому все непогрешимы. Мы там можем гнать, кого хочешь. Это они попадают в ту западню, которую в Бетхозаветное попали. Но законность это остается, и только там оно есть. Я же говорил в прошлый раз пять церквей, в которых точно есть стопроцентное законное руковоположение. Это пять католиков, Григорина, армяне, православные, копты и сирийцы. Пять. В других все под вопросом. Ну, в Аптицах точно нет, в Петхозаветах точно ничего нет. Там даже в учении не состоит. У Лютран тоже в учении это не состояло. Вот я в ваши катя заходил, смотрел, там есть на сайте, что от старокатоликов в другоположение вы получили. Но само учение изначально не содержит то, что это вообще важно или что за этим стоит вообще. Оно не содержит. То есть оно, видать, то ли сделали, то ли, я не знаю, может быть, может и действительно сделали это. Но как учение не состоит, что это нужно вообще что-то. Оно с самопротестантизм основано на том, что это как раз таки не нужно. Человек спасается не... То есть он может, допустим, уверовал во Христа, и священнику может стать даже и без руковоположения, в принципе. Просто потому, что апостол Петр говорит, вы царственное священство, народ святой, люди где-то его делают. Но он же говорил царственное священство не потому, что он может таинство совершать, а потому, что царствует над грехом. Освященный, вот в чем дело, ты освященный. Потому, что мы читаем в Ветхом Завете, и Господь называет, вы как будете народом священников, священством, святым, пронарод израильский. Но мы же знаем, что в нем только реально могли священником быть только Аарон и Левитой могли быть. Если кто приступит посторонний, да будет предан смерти. Это всеобразно для нас. Почему? То есть, приступить к священству не может кто хочет. Только тот, кто имеет законное рукоположение. Тогда было это родство по Левиту, а с апостольских времен это через рукоположение. Иначе бы зачем тогда 16 глава числа Дофана Верона Корей Господь был единственный случай в жизни, когда за то, что они захотели быть священниками, сами, сами без этого. Господь открыл живьем в ад. Вместе с семьей, вместе с шатрами, с детьми, со всеми. Они даже не заслужили этого как будто. Но Господь показывает наперед это все образы для нас. Чтобы никто даже не решался. Протестанты на это покусились. Зачем они это сделали, я не знаю. Почему Лютер на это пошел? Он это все знал. Дух, видать, был в другую сторону. Павел. Почему? А сохранил бы он это священство. Он сам-то не был священником, монахом. И все бы по-другому было. Вынуждены были бы все считаться, уже все. Но нет. Господь так сделал, чтобы у них ничего этого не осталось. Допустим, я знаю, что веруют правильно, которые веруют все правильно, идеально. Баптисты, к примеру. У них прям много чего правильного. Им только дай рукоположение, и все церковь устанет. И 2000 баптистов, книга есть такая, Путь домой называется, в Америке, община целая. Они поделились. Столько человек назначили. Вот вы занимаетесь рукоположением, изучаете год. Вы занимаетесь Богородицей, почитанием ее. Почему ее почитают так и еще. Вы занимаетесь там другими. И все вопросы. Мир засаден на год. И потом они собрались, все полные говорят, мы не церковь, мы самая выдуманная. И все через греческую церковь вернут, зашли в церковь, и им рукоположили в диакону, потом в пресс-фетеров, все, и они вошли в церковь. Слава Богу. То есть, они нашли этот путь. Рано или поздно этот вопрос встает. Я уже не к вам это говорю, я вас просто, потому что я знаю, что вы это поняли уже, что без священства нету спасения. Боже, кто смотреть будет по этому поводу. У меня недавно шум был. В Библии написано старца уразумляет со сновидениями. Да так написано? Сейчас не помню. Но у нас в церкви бактисты есть. Там они Слово Божие читают. И я вижу, что они не отступают от Слова Божия. Они вот в Духе Евангелия несут. Но мне не хватает там силы Божьей. Силы Духа Святого не хватает. Вот этого. Я бы давно там была. И вот но вот этот страх Божий есть у них. Слава Богу. На том уровне, на котором они находятся. И вот мы с внуком пошли в субботу, ой, в воскресенье, в воскресную школу. Мы там пораньше пришли. Я говорю, давай мы поможемся с тобой, чтобы Бог к тебе говорил. Потому что я не хочу, чтобы надуманные там слова говорили. если мы в церковь идем, значит, мы идем к Богу. И у него, когда мы пришли, едь внука, а он, оказывается, пошел в эту воскресную школу этих баптистов. И я поняла, что Господь ответил на молитву. На следующий день я вижу сон. Такое, что я не знаю, это от Бога сон или нет. Потому что если это от Бога, говорите от Бога. Я не знаю. Такое сон я верю, что как бы Бог мне говорит, не помню как, но такое, что баптистам нужно принять силу, Духа Святого не надо принять. Вот это и есть благодать освящающая, спасающая. И я им говорю, если вы примете Духа Святого, то я пойду к вам положить. Вот так вот. Вот так вот правильно все. Мы же просто помните, прошу раз так говорили, и Феофан Затворник это сказал, что благодать трех видов. Призывающая, обращающая и освящающая. Освящающая и спасающая уже непосредственно. Призывающая, обращающаяся, все, протестантские церкви сто процентов развиты, все, любит Христа, начинает, то есть, во-первых, кается, обращается, все, от греховной жизни, все, переходит. Но освящающая, силу Духа Святого, который вот их светит, изменит, все переквасит, вот этого нет. А у православных вот это есть. А вот этой стадии, без которой вот это не действенно, нету. То есть, как она есть, но очень-очень слабая. То есть, это вопреки. Его нету. И когда оно только соединяется, оно будет, оно и есть. И самые ценные, самые ценные люди, это пришедшие из протестатизма в православии. Самые ценные. Они любят Христа, любят Слово Божие. Вот как Менонит, вот этот Геннадий Фаст, который вот это есть. Ролики бы вам посмотреть, лекции очень. Все по Библии, все по Священному Писанию. Вот эта любовь, она передается, и ни один из православных ничего не может ему возразить. Слава Богу. Это сила Духа, которая идет. И он это все объясняет, он все нашел. Они все почти все вернут, вернулись домой. Да, ты там получишь искушение еще больше может в плане, но это будет все внешне. Внешне. Просто от нерожденных людей, от тех, кто не любит Христа, те, кто привязаны к этим всем внешним вещам. Все как преграда уже для них. Но для меня это, знаешь, не конец, а как ты говоришь, фест, да? Фаст. Геннадий Фаст. Не конец того, что он пришел в православие. Душа, она сама должна искать Бога. Я имею в виду, как ты говоришь, что общение, оно должно быть обязательно. И причем общение должно быть не человеку угодническое, а чтобы душа угождала Богу в общении. И только тогда она будет расти, эта церковь. Мне нравится, знаешь, вот Генчининов, да, он, когда, например, его духовной жизнью начал жить, у него друг был. И они с другом договорились, что они будут наблюдать за путем друг друга. И они, если что-то не нравилось, они говорили, они понимали, что это спасение для них. И очень быстро он достиг такой святости, этот Генчинин. Вот то же самое и в нашей среде, среди христиан. Если ты даже не скажешь, а сестра, ты за... Да нет, у нас просто это... По-пределенно... У каждого свой телефон, поэтому... Нет, или телефон у вас же есть? Есть, и компьютер есть тоже. А, телефон есть, который, Android, да? Да, телефон есть. Ну, есть все, все, что нужно. А у вас Библия тут есть? Нет. Я вам все сейчас усладавлю. Библия, чтобы быстро цитатник, прям сразу толкования любые. Я там бабушкам у нас в храме. У них сейчас тоже всех телефонов. Мы сидим после церкви, я устанавливаю все это, чтобы все эти доступы имели. И Skype, самое главное. Чтобы мы могли пообщаться по интернету. Просто выходим, так же. Поэтому общение. Может, какие-то вопросы у нас будет у вас. По всем. Понимаете? Вот, вы, наверное, видели, если бы, допустим, у меня жена, и вообще все, все жены покрыты. Покрытые головы. Богородицы с покрытой головой. Все с покрытой головой. Мужчины с бородами, допустим. Это внешне. Люди внешне, но внешне, это за этим стоит. Тоже много чего. Это за этим стоит. Мы же смирение должны. Смириться перед Словом Божьим мы же можем. Допустим, Господь говорит, не порти край бороды твоей. Не порти, Он сказал и сказал. Они говорят, а это ветхозаветно. Господь пришел в Иисус Христос не изменять внешность. Он не изменил мужчину, не сделал, что мужчина перестал быть мужчиной. Это относится к различию мужчины и женщины. Борода. Различие это половой. То есть различие. Отменять различие это нравственное нарушение. Господь нравственность ветхозаветную, то есть не то, что не отменил, он ее возвысил, тогда ты и прелюбодействуешь, делаешь, а тут даже и не смотри на жилую. Так и здесь. Различие мужей и женщины это нравственное различие. Поэтому оно не отменено, а наоборот усугублено. Это различие на нас с вами. Господь это положил между нами. Мы должны сказать слава Богу, что у меня у мужчины есть борода, у женщины нет ее. Это есть. И женщины, апостол Павел, велит все-таки покрываться. И если вы читали толкование на этот счет, там написано, что он говорит, если она не хочет покрываться, то пусть стрижется. А если не хочет быть острижен или обритый, то пусть покрывает.